Приветствую вас. Я помню, отвечал вам на вопрос, он был связан с тем, что от вас ушёл, муж вас любил, и я отвечал на него. Очень жаль, что вы не выбрали тогда лучшие ответы, судя по всему, не консультировались ни с кем больше после этого. А, на самом деле, причина того, что вы описываете в ваших внутренних блоках, в ложных установках, в недооценивании, точнее, в обесценивании себя. Ну, вот. И о страхах, возможно, в том, как вы выбираете работу. То есть, ну, допустим, вот специфика такая, да, в вашей работе, что нет общения с людьми. Если вам не нравится, ну, поменяйте квалификацию. Вот. Заодно с таким большим количеством людей познакомитесь, когда будете осваивать новую профессию. Что самой надоёшь, что это первое. Вот. Друзья, ну, опять же, есть вопросы по этому поводу, да. То есть, вот вы пишите, что друзей нет. Ну, поймите, что если у вас нет друзей, если нет друзей, ну, значит, вы что-то не так будете делать. Значит, это были не настоящие друзья, раз, нет. Значит, нужно как-то, как-то друзейские отношения по-другому устраивать. А как по-другому? Только через заинтересованность в личностном родстве друг друга. Вот. А это, в свою очередь, в свою очередь, да. Вот. Можно только через своё постоянное развитие и общение. Общение по поводу интересных дел и так далее. Вот. Или вы думаете, что это случайно, что вы, вот, выбрали такую работу, которая не предполагает своемодействие с другими людьми. Нет, 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 это не случайно. Нет, это не случайно. Это, вот, вы выбрали такую позицию. Почему вы выбрали такую позицию? Это уже другой вопрос, на самом деле. Вот. Но, мне кажется, что исследовать это, ну, как минимум стоит. Самый человек, вас это такое. Другой вопрос. А зачем вам, друзья? Другой вопрос. А зачем вам, любимый мужчина? Для чего он вам? Ведь это вам настолько нужно, что вы на свидания ходили. Вот. Наверное, соглашаюсь с тем, что вас на свидания воспринимают, как такой, своего рода, товар. Вот. Возможно, именно поэтому у вас и отношения не получалось, потому что, ну, не каждый может устраивать отношения на принципах, на принципах такого товарного восприятия. Да. Вот. Вы говорите про сотую попытку, сотую попытку чего? Сотую попытку что? Понимаете? Что вы хотите получить через, ну, сотые попытки? Это же не какое-то физическое действие. Чтобы вас видели как личность, нужно быть личностью, чтобы вас видели кого-то, нужно быть кем-то. Вот. А если вы не получаете удовольствие от своей работы, если работа вас не развивает, если вы, к примеру, да, допустим, вот вы хорошо владели каким-то навыком. Ну, такой, обучайте. Занимайтесь преподавательской деятельностью, пишите, там, какие-то инструкции, материалы, учебники, книги по этому, лекции читайте. Вот. Если вы хорошо освоили что-то. Если вы недостаточно освоили что-то, значит, изучайте достаточно. Вот. Вот вам как бы развитие. Это не работает так, что вы достигли какой-то планки, и всё. Это так не работает. Отсюда и все проблемы у вас. А дальше. Встроенный с неподвижительно хорошо образован. Ну, может быть, вопросом, как вы это всё используете. Вообще не понимаю, как можно завести детей, как это получается. Ну, улыбнуло, улыбнуло, улыбнуло. Вот. Это предложение. В разводе. Ну, развод нужно разбирать, потому что развод – это травма. Вот. Что касается все, справиться с чувством одиночества, и чувством, когда больше нет надежности, что хорошее. Одиночество – это непринятие святого. По сути, всё здесь просто. Если вам некомфортно с собой, то почему другим людям должно быть с вами комфортно? А самое главное – это, как вы встать или не должны исполнять вас от этого самого одиночества. Ну, то есть, тут всё достаточно просто, на самом деле. Вот. Понимаете, поэтому одиночество не нужно справляться, его нужно раскрывать. То есть, что-то одиночество говорит о том, что, как бы, «Алёна, ты себя не принимаешь. Алёна, ты не слушай свои шелания. Алёна, ты следуешь общепринятым нормам, родительским прописаниям, родительскому сценарию и так далее. Алёна, как можно говорить вам это чувство, ты слишком сильно ориентируешься на других людей». Вот. Именно поэтому ничего не получается. Именно поэтому ничего не выходит. Именно поэтому. Только поэтому, на самом деле. Как бы, других вариантов тут нет, может быть, не может. И справиться с человеком – это как? Подавить его? Это ничего вам не даст. То есть, подавление вам ничего не даст. Справиться значит подавить? Нет. Раскрыть? Да, раскрыть может. Раскрыть что у нас? Раскрыть – это увидеть желание, признать его, принять его, разрешить его себе и реализовать. Всё. По факту. Вопросом готовы ли вы это делать? Вопросом готовы ли вы это делать? Судя по тому, что я отвечал вам на вопрос, вы там не выбрали лучший ответ и, судя по всему, не консультировались больше ни с кем, вы не готовы. Чувство одиночества – это достаточно сложное чувство. Точнее, как сложное чувство-то одиночество. Чувство-то одиночество – оно простое. Свидетельствует оно о серьезных проблемах индивиду. Вот. И нет универсального рецепта для того, чтобы он справиться. Особенно, если учесть, что исправляться с ним не нужно, как вы уже поняли, я надеюсь. Не нужно с ним справляться. Ибо оно – это чувство. Показатель. Показатель. Того, что у вас, что с вами что-то не так. Что вы живете во вред себе. Вот и все. И пытаетесь заместить одно другим. Друзьями, мужчинами, детьми, свои личные проблемы. Свои страхи, свою неуверенность. Вот. Свою, грубо говоря, искаженную картинку. Себя самой. Ну. Поэтому ничего не получается. И, возможно, именно поэтому от вас зашла ваша мощь. Ну. Что тут? О котором вы рассказывали в своем вопросе предыдущем. Вот. Наплевательское отношение к себе. Наплевательское, обесценивающее отношение к себе, оно проявляется, вот, в том числе и так. То есть оно проявляется, вот, в том, что вы такой сложный вопрос задаете, ну, как бы не сложный вопрос, да, а глубокий, глубокий вопрос. Вы задаете, буквально, там, несколько, несколько строчек. Вот. Что касается того, что нет надежды на всё хорошего. Это, на мой взгляд, ориентир на вне. То есть это ориентир во вне, не на себя во вне. Ну, потому ничего не получается. Потому что вы надеетесь не на себя, а на других. Потому что вместо того, чтобы что-то сделать, вы ждёте. Вы ожидаете. Вот. Я вас не виню. Ещё раз повторюсь, повторюсь. Я вас не обвиняю сейчас. Нет у меня именно цели вас обвинить. Просто хочу показать, как это всё происходит. Вот. Ну, и негативные какие-то, негативные установки, которые характерны для депрессивного состояния, тоже вполне вероятно происходят. Негативные установки, если нет, они, как правило, происходят из внутреннего родителя. Это, ну, вот, из, должен, из, надо, из, должна, но не хочу, и тем более не могу. Вот. Понимаете? Такая история. Так что, вот, так что, вот, подумайте над своими желаниями, над тем, что вам нужно, и исследуйте это. Самостоятельно, но лучше, быстрее и эффективнее себя психологом. А самое главное, не будет вреда вам. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. А, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok